Традиционная линейка состоится только для обучающихся первых и одиннадцатых классов. Согласно предписанию Роспотребнадзора, во всех образовательных организациях будут строго соблюдаться необходимые требования санитарно-гигиенических норм. Ежедневно при входе в школу детям будут измерять температуру. Также предусмотрена дезинфекция рук антисептическим средством, обработка поверхностей и проветривание помещений. Особое внимание будет уделено уборки помещений и школьных автобусов. В крупных школах будут открываться запасные входы для того, чтобы разрядить поток. Ношение масок детьми в общеобразовательных учреждениях носит рекомендательный характер и оставлено на усмотрение родителей. Что же касается педагогических работников, маски рекомендуют носить работникам пищеблока и учителям в местах массового скопления людей, например, при приеме детей. Мы для себя подчеркнули большой опыт в организации вот этого процесса обучения в дистанционном формате и нашли для себя как плюсы, так и минусы. Большой плюс я вижу в том, что родители и общественность открыли для себя ценность школы, ценность учительского труда. Я очень в это верю и надеюсь, что теперь они по-иному будут смотреть вообще на учителя, на статус учителя и на то, какую роль учитель играет в жизни их ребенка. Вот это, я думаю, все-таки положительно. А какие выводы для себя мы сделали? Это, конечно, то, что дистанционный формат это временная мера. Это мера, которая, возможно, будет применяться, ну, допустим, для детей, которые в силу каких-то причин не могут посещать образовательные организации. А вообще, конечно, традиционный урок однозначно остается в приоритете. Дети, наконец-то, придут в школы, сядут за парты, а учителя войдут в классы.